Привет, друзья! Мой сегодняшний гость, замечательный человек, Равин Алекс Артовский. Алекс, здравствуйте! Шалом, здравствуйте! Алекс, наш канал посвящен еврейским законам больших денег. Я смотрел список Forbes, оказалось, что 40% самых богатых американцев евреи. С чем вы это связываете? Я думаю, что с тем, что еврейский подход к деньгам, он выражается добродетелем. Изначально это было как корень, который Всевышний посадил в Торе, и с этим все еврейские дети растут, и они получают воспитание. И я думаю, что если мы верим, что все деньги оттуда, то Всевышний просто хочет, чтобы это было у людей, которые любят добродетель, любят помогать. Вы хотите сказать, что все американские миллиардеры, Цукерберг, Сергей Брин, Ларри Эллисон, люди такие добродетельные? Вы знаете, я не знаю, я думаю, что деньги – это испытание. Вообще, если мы подходим глобально, деньги – это большое испытание. И когда Всевышний дает человеку деньги, он делает его банкоматом. Просто. Он обналичивает деньги через человека. Человек, который заслужил. Я, опять же, перед этим скажу, что так написано у нас в Талмуде – парнасами нашамай. То есть, хлеб насущный – это с небес. Казалось бы, по логике вещей, с небес должны быть какие-то духовные вещи. Написано – нет. Человек должен сам достичь боязни небес. А деньги – это оттуда, сверху, как дождь. Поэтому, когда человек удостаивается такой возможности с небес получить какие-то деньги, он не должен гордиться. Я имею в виду гордыня. Не просто гордость, а гордыня. Он должен быть благодарным Богу. И он должен знать, что он выделен из всех, из огромной массы людей, которые просто живут от звонка до звонка. Всевышний его выделил, чтобы он какую-то миссию в этом мире был. С другой стороны, как вы перечислили этих людей, я немножко не сведусь в их добрых делах, но я уверен, что это меценаты. Я уверен, что люди делают многое. И они немножко понимают этот момент. Но тогда получается, что если все деньги даются свыше, и богатство дается свыше, то ничего делать не надо, что изначально все предопределено, что ты будешь богатым, а ты будешь бедным. Вы знаете, есть подход Торы к таким вещам. Это зависит от часа рождения человека. Именно тот час. Я не буду этому сейчас, ну не наша тема, но я скажу вам, действительно, многие вещи предопределены. Человек при жизни, он должен уловить момент своего предназначения. Это очень многое зависит от его благословения с небес и удачи. Вот эти два термина. Теперь, если мы говорим с вами о том, что он должен добиться при жизни, если он хочет, чтобы это все пошло на благо, он должен достичь боязни небес. Пусть даже этот человек далек от Торы, может быть, далек от еврейства, но то, что он принадлежит к семени Авраама, и, как говорится, к племени иудеев, он должен в течение жизни увидеть этот момент. То есть, даже если предопределено, что он будет богатым, но он сам не делает какие-то шаги к этому, он не будет богат. Он не будет богат, и даже если он будет богат, как пишет Великий. Я думаю, что царь Соломон, как пример мегаолигархов в свое время, 3000 лет назад, всего, о чем мы говорим сейчас с вами, изначально считается царь Соломон, который из трех своих книг одну посвятил очень самодостаточным, можно сказать, очень богатым людям. Это просто книга для людей, которые имеют деньги. Как она называется? Куэлит. Экклазиаст на греческом, Куэлит на святом языке, и там он четко говорит, что почему я вам все это, даю такие указания, потому что не было верушалайами человека, который умел пить и есть, и наслаждаться, как я. То есть, когда обращаются к Алексу Артовскому, говорят, а почему ты нам сказал, например, если я буду всем говорить, ребята, используйте деньги, деньги это ничто, как он пишет царь Соломон в своей книге, и деньги это ветер, и так далее. Если я буду всем это говорить, то скажут, ты не знаешь, что такое деньги. Действительно, люди моего уровня, мы не знаем, что такое уровень денег, который вот тех перечисленных вами людей, тем более царя Соломона. А если человек имеет много денег, его опыт позволяет ему давать некие указания, его поднятие и падение в жизни, а так оно идет, я думаю, что очень сильно влияет. Не получается ли здесь противоречия, потому что тот же царь Соломон в книге «Экклезиаст» пишет «Все суета», суета сует. Человек, когда у него много денег, когда он очень богат, и он может так говорить, и об этом тоже меня многие спрашивают, что сытых голодного не уразумеет. А нет ли здесь вот этого противоречия, что он так рассуждает, потому что у него есть все, и вот он может философствовать. А если перед человеком стоят другие задачи прокормить себя и прокормить семью, и денег не хватает, то он мыслит по-другому. Я преподаю эту книгу уже много времени с людьми, относящимися к бизнесу, к деловым клубам, и скажу вам такую вещь. Эту книгу надо учить полностью. 20% этой книги посвящено, как человек должен относиться к людям неимущим. И какие наказания могут постигнуть человека, который, например, один из самых указаний, нельзя унижать, нельзя давить людей, которые внизу. Он даже больше того пишет, что у тех, кто ворует у неимущих, у него не будет утешителя. Причем в иудаизме есть три вида воров. Есть грабитель, который ворует силой, отнимает. Есть вор, который из-под тяжка вынимает. А есть ошек. Опять же, у нас сейчас не урок Торы, но меня, как говорится, и уносит меня, и уносит. Я всегда эту тему очень люблю. Я считаю, что есть бизнесовский, вот чисто для бизнеса термин, ошек. Ошек – это человек, который отнимает у тебя деньги из-за твоей безвыходности. Я всегда говорю, когда у тебя есть подчиненный, и ты используешь его безвыходное положение, его слабость, он не может сейчас уволиться. Ну, как пример. Или ты можешь уменьшить зарплату, не заплатить один месяц, и ты это используешь, это великий грех. И даже такие вот, например, мудрецы, как Рамбам, и подобные, это величайшие люди, и философы, и врачи, и люди, у которых большой опыт, они советуют именно вот это принять сведение. Это самое страшное. Когда ты используешь слабость, никчемность человека, иногда талантливого человека, зная, что у него нет выхода. Это такой момент. Теперь слово «ошек», оно созвучно слову «осек». Бизнесмен – это «осек». Поэтому Любавический Рэбб в своих беседах, он всегда говорит, вы не представляете, насколько это созвучные слова, и это термин сегодня относящийся именно к людям бизнеса. А Соломон об этом пишет еще 3000 лет назад. Интересный момент, чтобы мы не отошли от темы, то, что вы сказали. Царь Соломон, он говорит, что есть богатство, хранимое на беду. Он четко этот момент пишет. Вообще, эта книга, конечно, гениальная. 12 глав, которые, я думаю, что это гениально. Тем более, если мы посмотрим в тот период, 3000 лет назад, не было не только литературы, не было вообще понятия каких-то книг, ну, какие-то, может, манускрипты, папирусы. Этот человек, на его основе, я думаю, что все философии мира, психологии, суета, суета, который вы говорите, просто ради интереса, чтобы вас, может быть, немножко зажечь, или те, кто смотрит это, он 7 раз использует в первой главе слово суета. Причем суета на иврите, это не просто суета, это вздох, когда человек говорит, ой, есть 7 периодов жизни человека, и там это раскрывается гениально, при рождении, и так далее. И в той же книге Соломона есть тоже очень интересное место, где разговор идет о времени. Время разбрасывать камни, время собирать камни, время сеять, и время собирать урожай. Время садить, время вырывать насажение. Время грустить, и время радоваться. И вот общаясь с еврейскими бизнесменами, я всегда замечал, что у них очень серьезное отношение ко времени. Более того, есть даже термин воровство времени, потому что время это деньги. Вот даже вы, опаздывая сегодня, очень уважаемый, серьезный человек, вы мне написали, что Дмитрий, извини, приеду на 10 минут позже. Вот это отношение ко времени, оно закладывается с детства, или это тоже такой канон, традиция у евреев? Вы благодарен за этот вопрос, он очень громоздкий, широкий, я постараюсь очень в сжатой форме, из-за времени, отнестись к нему. Смотрите, начнем, наверное, с самого конца вопроса. Есть энергия, которая имеет генетику. Вот вы сказали про тех потомков евреев, которые, может быть, раввинов, перечисленные вами люди. Я очень верю в генетический переход от одного к другому. Если взять сейчас у нас ДНК, мы, наверное, ДНК профессиональное, мы, наверное, получили бы очень много ответов оттуда, почему у этого есть деньги, у этого нет денег. Наверное. Теперь, еврейскому народу передалась мудрость, которая с годами, с годами, она формировалась. Она уходит после четвертого поколения. Я говорю, может быть, о каких-то заголовках. И, естественно, уважаемый Дмитрий, если я сейчас буду о каждом из них говорить хотя бы 15 минут, то у нас вам не хватит дня. Я скажу вам такую вещь. Время, это третья глава книги Коэллета, о которой он говорит. Первое, что он говорит там, все же, Бог создал, написано так, время красиво, все красиво в свое время. Это первое. Второе, там есть такой момент, который комментируется нашими мудрецами, где время делится на три. Есть прошлое, есть настоящее, есть будущее. И вот еврейские мудрецы говорят, что меньше всего мы живем в настоящее. Это самая большая ошибка. Они относятся только к бизнесменам. Это относится к семейным людям, это относится к воспитателям, это относится ко всем. Он пишет, есть такой комментатор, Исмах Муше. Он говорит, что когда человек в основном думает или о прошлом, то есть правильно я поступил вчера, проверяю, или что будет через час, он не использует ту секунду, о которой говорит Соломон, в свое время. В свое время это ударение на сейчас. В английском языке не случайно, сейчас, как называется, present, подарок. человек, который вот действительно вот этот сейчас посвящает сейчас, он более всего может удачливо это время использовать. И Всевышний посылает ему удачу, потому что время это подарок с небес. Поэтому present вот на английском языке это очень красиво звучит. Ну, поэтому время, я думаю, что это тот вектор, который, если используется правильно, это очень важно. То есть, тема, что живи настоящим, она была сформулирована евреями еще 3000 лет тому назад? Заложена, сформулирована и расширена. Более того, я думаю, что вот то, что вы говорите живи настоящим, очень часто неправильно. Я когда иду в лекции, очень часто, чтобы как-то толпу, народ каким-то образом привлечь, я всегда говорю, ребята, живите сегодняшним днем. Они говорят, раввин так говорит. Я говорю, да. Вот сегодня ты общаешься с супругой, потому что все деньги через супругу, все деньги через жену. Это написано в Талмуде, написано у Соломона, написано величайшими мандрецами. Нам, как людям, ну, как вам сказать, мачо, нам это прикид очень часто. Мы говорим, как, все деньги через супругу, все деньги через супругу, даже если она домохозяйка. Поясните. Скажу вам, эта тема вот отсюда до синагоги Марьи Нароще, даже до синагоги где-то там Хамовников. Смотрите, жена это тот человек, который делает, создает спокойствие в доме. В царе Соломона есть несколько книг. Притчи Соломона, отрывок из притчи используется всегда нами, когда мы освещаем в субботний день, когда мы на вино, вся семья поет песню про жену совершенную. Там есть такая фраза, она идет в алфавитном порядке, это тоже, очень много есть каббалистических секретов в этом. И там есть буква Бет, с которой начинается такой стих. Кто найдет жену совершенную, написано уверенность в ней, уверенно в ней сердце мужа ее. Наши мудрецы говорят, когда человек выходит утром из дома, и он знает, что порядок, дети в порядке, дом в порядке, его жена ждет, переживает, и даже когда он падает, она говорит ему, дорогой, все от Бога, и это тоже, этот человек может спокойно делать деньги, потому что деньги любят тишину. А многие говорят, что на ночь деньги любят тишину. если ты пришел и делаешь, извините, деньги, у тебя проблемы дома, это очень тяжело, это забирает какое-то время. Поэтому эта концепция очень долгая, длинная, ну, просто вот, как говорится, только дотронуться. еврейский подход во взаимоотношениях, в том числе в семье, между мужчиной и женщиной, всегда меня поражал таким вниманием к мелочам. Брачный договор, ги-юр, при том, что в течение веков во многих семьях еврейских брачный договор оформляется в рамочку и висит на стене, как закон, по которому люди должны жить. А вот где здесь место любви, да, если все оговорено, все обязанности прописаны, а может ли любовь здесь жить? Или все же это такие достаточно формализованные отношения? Смотрите, я думаю, что сегодня беда всего поколения нашего, что мы начинаем с любви великой, страстной, а заканчиваем потом вот тем, что вы говорите, а потом мы вдруг каким-то образом стоим перед фактом, что мы любим человека, которого мы не знаем, мы женимся на людях, которых мы не знаем. Поэтому у евреев принято, когда вот такие вещи оформляются, начнем с того, что это не так буквально, как вы говорите, во-первых, это дается сразу жене, тут же, после брачного освидетельства небесами, после хупы, так называемого, брачной церемонии, сразу она это берет и где-то это у нее лежит. Сегодня это не настолько скрупулезно к этому относятся, как вы говорите, там, если здесь я обязуюсь так, и в основном обязуется мужчина. Обратите внимание, в этом документе обязательства лежат на мужчине. Я, к сожалению, не знаю, к сожалению, многих ваших зрителей, я феминистский раввин. Меня не всегда принимают везде, но я считаю, что если ты будешь относиться к своей жене и она к тебе нормально, и у вас будут обязательные споры, и они будут завершаться перемирием, потому что они обязательны, потому что если все идет, не дай бог, спокойно, то это вопрос большой, или это нормальная семья. В конце концов, я думаю, что если в такой семье будут всегда финансы, я не говорю про большие деньги, но там не будет какого-то недостатка критического. Любовичский рэбе во многих своих трудах говорит, что шлембайт, обратите внимание, шлембайт, это мир в семье. Мирный дом, да. Это неправильно, то есть есть два вида мира. Есть мир во время войны, когда ты приходишь к городу, так я цитирую буквально Тору, и перед тем, как его разрушить или завоевать, ты предлагаешь мир. Что значит мир? Они подчиняются тебе, они поднимают руки, и они платят тебе дань. Они твои подданные. Это не просто мир, что они становятся с тобой друзья. Хотя это тоже возможно. Мир в семье это гармония. Вообще, слово мир на святом языке шалом это гармония. Мужчина остается мужчина, женщина остается женщина, я остаюсь самим собой. Но мы можем сосуществовать, ну, такая фраза, конечно, не очень, любить один другого со всеми вещами, которые, может быть, меня будут выводить из себя и, может быть, ее. Но мы можем вот это гармонично существовать. Гармония, это не, она будет, как я, и принимает только мое мнение. Ну, это я так, вот, вы знаете, меня, я равен клуба семьи, семейного клуба, поэтому это тоже моя тема. Но получается, что мужчина не защищен? Мужчина защищен. И если в договоре прописаны только обязанности мужчины перед женщиной, а если женщина себя ведет неправильно? Они сегодня, сегодня еврейский закон очень, я думаю, что лояльно относятся. То есть, времена, когда женщина доставалась тебе со всеми ее, как говорится, с заводами, пароходами и так далее, уже прошло. Раньше это все оформлялось. Сейчас это тоже есть такой гражданский договор. Перед брачной церемонией, например, мы знаем, это в Израиле это очень развивается, когда люди соединяются, говорят, все, что было до тебя, это мое. И это тоже по Тори. Все по Тори полностью. Это уже написано в Талмуде, в трактатике душиин и во многих местах, где люди договариваются о принесенном, как говорится, в общую кассу, в общак. Это тоже наши люди сделали такой момент, когда в общак все это сносится, потом это разрешается. Мы уже думаем заранее, а вдруг не получится. Все должно быть оговорено. Я считаю, что это очень правильно. Это не претит любви абсолютно. потому что идти наобум, я вообще говорю, что вот есть бизнес, а есть вот это вот сочетание, бракосочетание. Так вот, если бизнес, ты можешь потерять деньги, тут ошибиться тяжелее намного. Так вот, развелся, сошелся, это очень тяжело, болезненно. И поэтому это самый лучший бизнес в мире, который может быть. Он должен быть оформлен, проверен со всех сторон. Ну, извините за такое расширенное. Алекс, расскажите о том, как вас воспитывали в семье, чему вас учили, что от вас требовали, за что вас ругали или не ругали. Скажу вам, я родился в советской семье. Начнем с того, что я не пример раввина, который родился в какой-то религиозной еврейской семье. И мне до сегодняшнего дня очень тяжело построить, я больше читаю, как это должно быть, чем питаю из прошлого. Потому что те моральные устои, они больше были связаны с некой культурой поведения. Но я думаю, что у родителей что-то осталось. Смотрите, у меня есть шестеро детей, девять внуков, мне 55 лет. И я стараюсь им изначально сказать, что нужно воспитывать детей не потому, как я говорил, а потому, как написано в Торе. Потому что это идеальный момент, идеальный просто момент. Если из этого 90% получится, то я думаю, что семьи будут идеальны. Но всякое бывает. А чему вас папа учил? Ну, скажу вам подход к бизнесу. Он говорил такую вещь. Если тебя человек предал один раз, он дурак. Если он тебя предал второй раз, ты дурак. то есть такие вещи сложно простить. Это тоже отдельная тема. Ну, смотрите, я родился в очень еврейской семье. Очень. На Украине, где антисемитизм был, я думаю, что он переваливал через все какие-то границы вообще возможные. К сожалению, я очень сильно испытал на себе антисемитизм. И я не думаю, что что-то изменилось в той стране. мы там были недавно с супругой, 10 лет назад работали как посланник Ильбаевской Евреи. Я не видел, что многое изменилось. Не видел. Поэтому это очень болезненный момент у себя. И уже будучи молодым, я уехал оттуда, сжег все мосты только в Израиле. А в чем это выражалось? Вы говорите антисемитизм. Ну, смотрите, когда ты чувствуешь с детства, что ты... Ну, давайте так, я буду на русском языке таком сленге, что ты придурок, что ты грязный, что ты четвертый сорт, я не говорю второй, четвертый сорт, тебя называют постоянно очень такими словами ужасно, причем насмехаются над тобой те, которые обычно не умеют даже говорить. Иногда интеллигенция тоже. То есть, я, когда ты постоянно униженный и оскорбленный, во-первых, психически это тебя делает немножечко другим. Я не говорю, что я... Ну, может быть, даже можно сказать про себя так аккуратно, что на человек это настолько давит, что это очень плохо. Ну, смотрите, в любой стране мира, когда ты идешь и ждешь нападения, а сейчас это очень развито в мире, в Европе, в Израиле, я считаю, что антисемитизм с точки зрения палестинского населения очень сильный, и ты, чувствуя это на себе, ты изменяешься. Это ущемляет твою свободу, это повышает твою какую-то национальную гордость, но, с другой стороны, это очень плохо. Например, вот здесь, в России, мы находимся 7-8 лет, я поразительно просто, ну, говорю вам объективно, ни разу не слышал по отношению к себе какие-то выражения. То, что человек думает, меня не интересует. Я всегда говорю, мысль человека по кабале это некий скрытое море волн, которое тяжело остановить, если это не выходит на речь, особенно на действия, то это великое вещь. И здесь я чувствую себя во всяком случае не ущемленным. Это очень важно. А в чем конкретно это выражалось? Вот вы говорите, что чувствовали вы себя обиженным человеком четвертого ссорта, а вот конкретно расскажите, как это происходило? Ну, например, я вам скажу, знаете, что я со стороны учеников вообще молчу, тебе могут что-то бросить, тебе могут ударить в школе, во дворе. Ты выходишь во двор, могут сказать, вот смотри, дочек вышел. Так, языком Достоевского я скажу, же дочки. Жид Пархатый. Я не знаю, что за этим кроется, но я не знаю, грязь какая-то и так далее. Учительница украинской литературы. Ты сидишь в классе и она может сказать, ты балуешься, потому что балуются все. Она может сказать, о, смотри, мы думали, что евреи хорошо должны вот вести себя. То есть у тебя должно быть постоянное чувство, что ты должен быть лучше всех, и так тебе говорят родители, доказать кому-то, что ты не как все. Может быть, поэтому, кстати, евреи поднялись в таких странах, потому что они были постоянно под каким-то давлением. Они должны были кому-то доказывать, что ты лучше всех. Я не считаю, что правильно. Я не считаю, что правильно. Я считаю, что уважение до сегодняшнего дня у меня нет чувства ненависти каким-то другим народом. Я всегда своим детям говорю, Первое, что ты выходишь, вот ты видишь, что человек убирает улицу, ты можешь сказать, бок и ртов, доброе утро. Это на меня наоборот делает какой-то момент, потому что это самое страшное. Унижение другого человека, его достоинства национального, тем более детям, это очень тяжело. То есть даже учительница вам давала понять, что вы человек четвертого стола. Я вам цитирую, Галина Ивановна, так ее звали. И постоянно, когда на уроках украинской литературы в Советском Союзе было принято изучать хрестоматию. Хрестомати – это некий, ну, цензированная книга. Украинская литература, как известно, она словет нескрытым антисемитизмом. Она почему-то выбирала подлинники. И, кстати, я ее уважаю за это. И там, например, ты можешь, ну, например, я запомнил это навсегда, я украинскую литературу узнал исключительно. Я могу рассказать любой стих, как говорится, на зло врагам. Так говорила моя мама всегда, и говорится, манесон и мавцелуха, так говорят, наидыш, на зло врагам. Я должен был выучить, например, Шевченко, Тараса Шевченко, ну, практически наизусть до сегодняшнего дня. Потому что я старался это сделать. И вот она могла взять, например, процитировать Михаила Коцубинского. Был такой, в Винницке, кстати, в Виннице есть его музей. Такой национальный писатель, который «жидынята игралися в калюжи». Что это значит? «Жидочки игралися в лужи». Можете себе представить, я всегда говорю, скажи уже «жиды», культурно. И вот эти все попытки сказать, ну, так же называли на Украине, это не идет. Потому что везде, до определенного возраста, до определенного возраста. Дальше были люди разные. Например, были люди, которые росли в еврейских кварталах. В Виннице были школы, где из 32 учеников 24 было евреи. В таких классах, понятно, этого ничего не было. Там наоборот. А в вашем классе сколько было евреев? Два. Я и Гена Спивок. И Неля Рот была такая девочка. И мы всегда, вот мы могли спорить, ругаться, но на таких уроках мы сидели вместе. Это очень сложный момент. Очень тяжелый он до сих пор. У меня вызывает такие чувства. Я, наверное, был бы другим, если бы я родился на ферме или жил в другой какой-то среде. Вот честно говорю, я смотрю на своих детей, свободные люди. Мои дети, очень часто говорю, слушай, может это вообще не мои дети. Я имею в виду в духовном плане. Насколько на тебя это передается? Потому что это свободные люди, которые родились в Израиле. Которые могут где-то свободно себя вести. У меня внуки родились в России, например. Они ходят здесь. Чтобы я когда-то поверил, я советский человек, поверил, что мои внуки будут ходить. У меня пятеро внуков родились тут. Если бы я мог поверить, что они будут ходить вот здесь по Москве, в Кипе. И вот с такими вот шнурками и говорить на иврите, я, наверное, бы сказал, что Машиех уже пришел. Пришли мессианские времена, мы живем в другой период. Александр, вы простили внутри себя вот тех людей, кто вас обижал и унижал? Самое тяжелое чувство человека – простить вот в общем. Но жизнь, я считаю, вообще мудрость человеческая, она приходит с годами. Я научился делить людей на две группы – хорошие и плохие. Будучи в любой стране в мире, когда мы говорим, вообще округляем, и говорим, вот этот народ такой, или эти такие, смотрите, так нельзя говорить. Я знаю, теоретически, когда ты не прощаешь, твой кейс на небесах, вообще не прощаешь, я сейчас не просто говорю антисемитизм, а вообще понятие прощения в наших святых книгах – это основной подход ко всему. Например, Тора говорит, нельзя простить Амалека. Был такой народ, который ненавидел евреев без причин. И мы каждый год впурим, говорим Всевышнему, сотри память об Амалеке и так далее. Но этого народа сегодня конкретно нет. Теперь, внутри простил, но, как говорил мой отец, быть в каких-то хороших отношениях, мне сложно. Например, я до сегодняшнего дня, ну это мой подход, считаю, что еврею жить в странах, где есть антисемитизм, явный, сегодня не нужно. То есть осадочек остался? Ну, осадок он не может не остаться. Но слово простил, во-первых, я не Бог, чтобы прощаться, но как человек на человеческом уровне, я считаю, что сегодня на Украине есть масса позитивных людей, которые, наверное, думают другое. Тех, которые тогда издевались надо мной, ну, я несложно простить, хотя я их понимаю, это передалось молоком матери. Вообще антисемитизм это болезнь. Я считаю, что болезнь, как и расизм, это болезнь, я считаю, это психиатрическая болезнь, даже не психология, это психиатрия. А откуда корни антисемитизма? От рабства. Раб. Я вообще считаю, что ненавидеть другой народ может только раб. Есть такое понятие, рабская душа. Вот пример, кстати, пример бизнеса. Я считаю, что бизнес это пример к любой отрасли, к любой поприще нашей жизни. Пабло Эскобар. Помните такого дяди? Конечно. Я не читал его труды, и не буду, но смотрел сериал знаменитый «Наркос». И там меня поразила такая сцена, когда он богатейший человек, я думаю, мира на ту пору. Ему предлагают быть в парламенте Колумбии. Ему говорят, что вы так ненавидите богатых. Он четко говорил, эти богатей, вы же сам богатый человек. Он говорит, нет, я бедный человек, который имеет много денег. Это рабский подход. Раб не может, богатый человек, который остался рабом, он опасный. А у этого момента нет национальности. Когда раб владеет деньгами, это самая великая трагедия. Поэтому наш путь к свободе, вы смотрите, мы каждый год выходим с Египта. Вот сейчас Песах. Мы выходим с Египта каждый год. Почему? Мы стараемся освободиться от рабства. Вот здесь. И вот здесь. Вот то, что вы сказали там, простить, не простить. У меня нет времени на это. Я вам честно скажу. Честно. Зацикливаться на этом и кому-то там ожидать чего-то, это тебя просто останавливает твое продвижение вперед. Потому что Всевышний, вот так написано в Торе, он никогда не забудет невинно пролитую кровь. Те века антисемитизма, которые проливали кровь невинных и кровь очень сильно налилась, забирали деньги. Вот вы говорите, почему Бог дарует евреям много денег. Я вам скажу почему. Сейчас вы возьмете в мире любую еврейскую семью. Я не боюсь сказать вам любую, потому что нету еврейской семьи, в которой, например, сохранилась какая-то реликвия, которой пять поколений. Все отбиралось, забиралось, присваивалось и переплавлялось. Там у кого-то есть какие-то стаканчики кедушные, там три поколения сто лет тому назад. Как они доставались, не знаю. Погромы, преследования и так далее. Но на сегодняшний день, может быть, я предполагаю, Всевышний компенсирует как-то. Написано в Торе, в 53-м, по-моему, 53-е пророчество Исаии, Ишаяу, там написано, и ты как росток из почвы сухой. То есть, если ты внимательно, в Торе написано очень много таких моментов. Что такое почва сухая? Почва, которую мы начинаем расти в местах, где мы потеряли. И вот здесь мы перешли в другую часть. И там, в другой части, вдруг Бог дает какой-то вот... Мы можем выучить это у праотца нашего Иосифа, который, будучи рабом, рабом де-факто, но не внутри, попадает в Египет. И написано, и Бог был с Иосифом. И Иосиф стал удачливым человеком. Смотрите, вот это понятие удачливый человек, я считаю, что это можно к евреям отнести. Потому что люди, которые в течение трех поколений меняют все, теряют все, у которых нет определенной родины. Я имею в виду место, где они живут там веками. Я не буду сейчас вдаваться в историю. И они начинают все сначала, и вдруг им удается там где-то быть в каких-то заголовках мест, процентом отношений. Я думаю, что это что-то сверху. Компенсация какая-то за страдание. Одно из правил иудаизма, а я небольшой специалист в иудаизме, что когда после смерти душа человека попадает на небеса, первый вопрос, который ему там задают, как ты вел свои дела? Был ли ты честен в своих делах? Не отсюда ли берут корни те основные факторы ведения дел у евреев? Ну, я немножечко этот момент расширю, потому что у людей должно быть представление. Написано, что есть три вопроса, которые у тебя спрашивают. Ждал ли ты прихода Машеха? То есть избавления всего мира. Второй. Как ты вот свои дела строил? На обмане или нет? И еще один момент очень важный. Назначал ли ты время для изучения Торы? То есть даже то, что я знаю, что очень многие адвокаты, очень многие бизнесмены в России, на Украине, в Израиле и в Америке, у них есть личный раввин. Личный раввин немножко звучит нехорошо, но тот, который его друг. И он с ним изучает хотя бы раз в неделю. Талмуд, книги Соломона. Ну, очень масса вещей есть, они это как море. Книг, как море книги есть. Я думаю, что вот простой завсегдотай, который работает, уэка, как говорится, простой работник, он удивится, когда ему зададут этот вопрос. Потому что я думаю, что эти вопросы больше касаются бизнесменов. Верить в избавление – это в какое-то чудо. Никто так не подвержен чудесам, как бизнесмен. Рэбер Ашаб, был такой пятый любавистский рэбер, который говорил, никто не видит столько чудес от Бога, сколько люди, которые занимаются бизнесом. Уже само слово парноса, парноса – это на святом языке хлеб насущный. Ну, даже не заработок, а достаток. Оно состоит из нескольких букв. И из них есть буква, которая «плодитесь и размножайтесь» и «нес». «Нес» – это чудо. И люди бизнеса знают. Поэтому знать, что такое чудо – это великий момент. Вести свои дела честно – это великий момент. И без изучения премудрости – это невозможно. А давайте тогда поговорим, а что такое честно в еврейском понимании? Если я купил что-то за рубль и продал за 5 рублей, это честно или нечестно? Это святая спекуляция. Так. Потому что ты должен зарабатывать деньги. На этом держится весь мир. Понятно, спекуляция была всегда. И это написано в Торе. Может быть, оно звучит немножко некрасиво – спекулянт. Но, в принципе, это спекуляция, да. Продавали, покупали в одном месте, называется торговля. Продавали в другом. Какие-то налоги, которые ты платишь – это обязательная вещь. Договора, которые ты заключаешь, сделки. То есть, если вы готовы у меня купить это за 5 рублей, а я это купил за рубль, это позволяет, это нормально? Я считаю, что это уже в это вложено. Я уважаю людей, которые зарабатывают. Я вообще честно даже скажу вам, но это мой подход. Любая вещь, где нету идеи продвигаться вперед и каким-то образом облагораживать свою жизнь, эта идея изначально мертвая. Вот я считаю. Любое поприще. Везде деньги – это важнейший эквивалент, через который Бог продвигает людей в этом мире. Это очень важно. Даже когда мы учим Тору, мы учим Тору во имя Всевышнего, и мы верим, потому что Он дает деньги. То есть, нечестные дела – это как написано в канонах. Пусть гиря верная будет у тебя, пусть весы верные будут у тебя. То есть, если я купил за рубль, продал вам за пять, то я должен вам продать именно то, что вы ожидаете от меня купить, надлежащего качества. То есть, когда мы говорим о нечестности в делах, что здесь имеется в виду? О чем здесь идет речь? Ну, во-первых, гири, о которых вы упомянули. Помните, как классик говорил, я его побил за гири? Да. Так вот, гири – это важнейшая вещь была когда-то. Сегодня под гирями, сегодня подразумевается не подставить кого-то, продать ту продукцию, о которой идет речь, следовать тому, что мы договорились. Я вам скажу, наказание за это предусмотрено в Торе. Написано, что нельзя обманывать. До такой степени, что в Талмуде рассказывается про одну семью, которая зарабатывала деньги на обмане. Они продавали не кошерное мясо, а под видом кошерного. В какой-то момент, видимо, с небес у них было пробуждение, и они признались. Вы знаете, как их наказали? Когда были раввинские суды, очень серьезные, им сказали, вы должны жить сегодняшним днем. Что это значит? Все деньги, которые у вас есть, вы-вот заработали, они заканчиваются под вечер, и утром вы просыпаетесь без ничего. Потому что вернуть назад то, что ты уже людям продал, это невозможно. Просто невозможно. Есть очень многие вещи, которые, вы не представляете, с деньгами, которые связаны. Я могу просто тут рассказывать массу вещей. Есть депозиты, которые людям дают. Всегда, когда задают вопрос в Торе, вот почему в Талмуде, вроде же были все религиозные люди, все получили Тору. Именно в Торе, людям, которые только что на горе Синай получили Тору, вдруг рассказывают о таких вот... Ну, понимаю, в наше время, когда все отдалены от Торы и так далее. Именно когда люди религиозные, когда люди, верующие в Бога, требования от них намного выше. Это не говорит о том, что другим можно обманывать, но от них требования намного выше. Поэтому очень часто людям таким доверяют. Они являются некими маклерами в таких сделках. Очень часто. Есть общины еврейские, я знаком с такими сообществами, которые без фондов, например, человек, который заходит туда, если он не обязуется раз в неделю сесть за урок Талмуда, его просто не примут. Я знаком с такими людьми. Сейчас, в наше время, вот здесь, в России. Это очень важный момент. Очень важный. Потому что есть тут некая боязнь небес. Написано, там, где нет боязни небес, с таким человеком нельзя иметь дело. Когда-то Рэбер Ашаб одному из своих наставников сказал, если ты видишь, что православный человек не крестится около церкви, не имея с ним дела. То есть это не распространяется только на евреев. Человек нормальный в мире, который не верит в Бога, это очень тяжелый момент. Очень тяжелый. Потому что это вера выше разума. Но при этом мне очень нравится высказывание, которое я прочитал тоже в одной из книг. Определяй религиозность человека не потому, как он ведет себя в храме, а потому, как он ведет себя на базарной площади. И вот этот подход, что религиозность, это не то, какой ты, когда ты одеваешь красивый костюм и идешь в святое место, а то, как ты ведешь свой бизнес, свои дела. Продаешь, покупаешь, взаимодействуешь со своими работниками. Что это гораздо более важно, чем то, как ты ведешь себя на людях. Так это? Я очень благодарен вас за этот вопрос. Почему я улыбнулся, я вспомнил. Может быть, с этого мы должны были начать. Деньги на один из, одно из, один из переводов слова «деньги» на наш язык – это кровь. Причем во множественном числе. Домим. Это же слово можно перевести как «доме похоже». И наши мудрецы говорят, что характер человека похож на его отношение к деньгам. Люди, сведущие в языке, я просто скажу это, может быть, нас будут смотреть даже люди, которые немножко занимаются. Я говорю, там слово «домим», еще происходит слово «доме». «Доме», кстати, слово «адам», первый человек в мире. «Адам» тоже от слова «доме», похоже на своего создателя. Так вот, все мы похожи, наш характер, на то, как мы относимся к деньгам. То, что вы сказали, конечно же, если человек на первой сделке, начиная с тобой говорить про Бога и так далее, будь очень осторожен. Очень осторожен. Если он еще не такой религиозный человек, а он уже подготовился, он знает, что ты религиозный, ты веришь, и он тебе начинает строчить стихи из Писания, всегда нужно быть осторожным. Был такой великий Роб Мэндл. Когда-то он перестал говорить в синагоге со всеми. Перестал. Почему? Ему надоело так вот общаться с людьми, которые, мысли у них неправильные и так далее. И он просто замкнулся в себе. Но когда-то его увидели, когда он говорит с простым фермером. Опять же, по тем временам фермер, который целый день не разгибаясь в поле. Еврейский парень простой. Он с ним долго-долго говорил. Это увидели все вот эти старосты, синагоги подходят к нему. Роб Мэндл, с нами, нам ты не уделяешь столько времени в этот простой человек. Он говорит, я вам объясню, о чем идет речь. Когда человек говорит о Боге, а он спросил его еще, о чем вы говорили, он говорит о корове, о коровах. О коровах? Рав говорит про коровах. Он говорит, вы знаете, какое наслаждение я испытываю, когда человек говорит с тобой о коровах и думает о коровах. Чем говорит с тем, кто говорит о Боге, а думает о коровах. это очень важный момент когда с тобой человек говорит это нужно ощутить этот момент очень важный когда ты имеешь дело с человеком его отношения его игра насколько он как змей это очень-очень важный момент с кем-то между но вместе с этим есть такое мнение что евреи очень хитрые бизнесмены как соотносится честность требования вести свои дела честно и открыто и вот эта хитрость еврейская я вам скажу я бы назвал не хитрость хитроумия это две противоположные просто вещи хитрость она про она очень часто граничит с обманом хитроумия это найти в чем-то лазейку чтобы разрешить или запретить не нарушить а найти выход вы понимаете это очень важный если вы немножко изучаете талмуд вы понимаете что найти где-то момент причем это не связано с чем-то плохим я считаю в жизни когда человек находит выход какой-то чтобы заработать нет никаких проблем поэтому я наоборот говорю что евреи они может быть хитроумные в позитивном плане именно в позитивном плане ну факты говорят за свое люди которые успешные если вы спросите у меня например я редко встречаю людей которые не хотят работать с евреями у нас здесь в россии во всяком случае очень многие люди пытаются зайти в сообщество так называемый социум где находятся евреи как это объяснить несложно но наверное базируется эти существует в обществе среди тех кто не знаком с правилами ведения дел у евреев такое мнение что те правила те законы те каноны ведения делала которых мы сейчас с вами говорили честности богобоязненности что они работают только тогда когда речь идет о взаимоотношениях между евреями и когда сделки ведут еврей а когда еврей совершает сделку с представителем другой национальности то эти законы не действуют так это или нет я скажу вам наоборот я просто скажу вам тоже написано у нас написано что будь очень осторожен когда ты живешь среди тех народов которые не является и время почему потому что в тот момент когда ты кого-то обманул или повел себя не по не по-человечески ты порочишь не себя ты порочишь весь еврейский народ особенно когда ты религиозный человек особенно нужно быть осторожным это называется у нас хилюляшем поругательство имени бога когда ты ведешь себя с человеком не еврейской национальности я не говорю что с евреями надо вести себя плохо не дай бог но мы один другого как говорится знаю ну как любой народ я уверен на сто процентов особенно национальные меньшинства мы считаемся национальным меньшинством в любой стране в израиле пока нет но если так дело пойдет и там тоже не дай бог будет это но в любом случае смотрите наоборот когда человек нееврейской национальности первое что мы должны сделать быть осторожными в этом те кто этого не знает опять же ну смотрите вот почему такое впечатление часто мне очень больно что часто когда еврей где-то извините такое слово накосячил и все его обвинять я всегда говорю ребят он этот человек может быть из ешивы может он учил тору с детства нет это такой же советский человек как бы так и все или там современный человек поэтому вот здесь вот этот антисемитский момент я считаю что неправильно если какой-то русский или узбек армянин он тебя обманет все армяне все узбеки но это это подход вот опять же рабский очень примитивный я считаю очень примитивный подход и даже если какой-то религиозный человек поведет себя нехорошо потому что говорится все мы люди это чайский фактор слушай ну то не грею том что все такие вопрос такой меня всегда поражала в еврейских правилах ведения бизнеса очень серьезная скрупулезность то есть договор рабочий партнер финансовый партнер все нужно прописать обо всем нужно договориться заранее и все эти правила ведения в бизнесе они же прописаны в торе вот не могли бы вы сформулировать основные подходы к ведению бизнес с точки зрения иудаизма смотрите я понял вот очень коротко искупать этим менеджмент это написано в торе уже после фактически принятия торы на горе сина и тора это то писание моисей который сидит и принимает всех с вопросами его приходит его тесте который был не еврей который присоединился к еврейскому народу он говорит ты делаешь неправильно раздели всех на начальниках таких начальниках сотен тысяч десяток и он говорит по тяжелому вопросу пусть тебе идут по легким к нему вот это вот иерархия она уже заложена там три тысячи триста тридцать три года там арон арон это другое скажу арон это типичный заместитель исполняющий обязанности маша это тот который дает направление арон он контакт иногда даже с враждебными элементами какие как фараон иногда наказать кого-то это арон может это некий царь который следит за всем и у него есть много таких аронов выбрать такого арона это без бога тут не обойдется очень важно окружить себя людьми порядочно то есть первое правило окружи себя порядочными людьми да что еще ну смотрите очень много родственных связей играют роль это мой подход на горе я считаю что родственник с психологической точки зрения это очень важный момент с другой стороны царь соломон говорит если ты поручился за за родственника то подписал ты себе приговор почему ну потому что когда что-то пойдет не так то тебе будет очень тяжело может это близки это отдельные несколько уроков у меня есть несколько занятий на эту тему и там дают решение этому просто есть я думаю же в торе прописаны такие вещи уже очень давно такие нюансы они очень важны опять же на практике может быть совсем другое наоборот я считаю что родственник это очень важно потому что но не всегда есть разные родственники которые используют положение что мы близкие я могу делать что я хочу и так далее очень много нюансов мы начали просто с маша арон был его родной брат а еще какие правила по видению дел у евреев ну давайте я скажу одно очень важное идти на компромисс когда есть сомнения был такой великий рабина хуния бена кана был древний старик которому молодой человек по имени рабиакива рабиакива проживет 120 лет но тогда видимо рабиакива было всего 70 лет он спросил у рабина хунии бена каны как ты дожил до такого возраста и он сказал несколько принципов как он дожил я может быть вспомни несколько например он говорит иди всегда на компромисс когда речь идет о чем-то где сомнение ну например в бизнесе есть какое-то сомнение это мое или твое иди на компромисс нет проблем пусть то будет твое на компромисс не если это точно твое второй момент не бери подарков это сохраняет жизнь продлевает и почему он был великий раввин я подчеркну этот момент его зависели суду судебные какие-то приговоры и высказывание указания когда ты берешь подарок у человека который может быть завтра придет к тебе и спросит тебя а как тут поступить обычно когда мы приходим к раввину мы не просим его сказать как нужно мы говорим а правильно же нужно так мы хотим чтобы он подтвердил но это отдельная тоже тема и раввин который не связан с человеком вот такими вещами он может сказать объективно как говорит царь соломон ненавидящие подарки проживет долго но это опять же нюанс это не запрет это запрет для тех людей которые конкретно должны вот тебе и опять же это тоже не запрет это предостережение туры это не взятка взятка запрещена на сто процентов не дай бог взятка это самое страшное что может быть она написано что великие мудрецы которые были очень великие люди даже у них когда взятка когда им кладут в карман и они этого не знают и были такие случаи переводят куда-то и человек не знает она влияет через какие-то энергетические каналы и человек уже не может быть объективным выражение какого-то такого четкого ну вот примерно вот так пример а какой ваш совет бизнесменам в чем нас смотрят не только евреи люди самых разных стран а какой ваш совет как каравина тем кто начинает свой бизнес только задумывался о том чтобы открыть свой бизнес чтобы ему сказали чтобы ему пожелали любавический ребе говорит мой ребе говорит что перед тем как ты что-то открываешь уже подумай куда ты будешь давать десятин на какие-то проекты которые не экономически то есть помощь ближним уже изначально второй момент раз в неделю хотя бы раз две недели час изучать тору причем есть вещи которые можно изучать и евреями не евреем вместе какие-то правила общие то очень важный момент третье я всегда советую еврейским бизнесменам молиться на могилах праведников это очень важная вещь я просто много лет занимаюсь эти видите даже приготовил на правах рекламу даже книгу мне вышло несколько книг с транслитерацией полностью когда ты молишься на могиле праведников написано что часть души энергетической мудрости заходит помогает тебе и это может очень помочь очень помочь еще один момент еще один момент окружить себя как я уже сказал позитивный социум когда у тебя есть позитивный социум вокруг ты в кругу а все кто в кругу есть такая мистическая цифра 60 которая по цифровому значению обозначает букву самых самых это круг если находишься в этом кругу ты всегда будешь защищен это отдельная конечно тема еще один момент быть только в радости царь соломон пишет не нашел я ничего лучше чтобы быть в радость эта радость проходит сквозь все главы его книг если человек не находится в радости он не заработает потому что только радость радость любовь любой ситуации это то что показывает что ты любишь бога он с тобой и при любой ситуации ты ходишь это самый тяжелый момент особенно когда ты проигрываешь быть в радости это я считаю выше своего вообще выше планки ну я думаю что достаточно искали один совет а как эту радость находить если все плохо сейчас кризис все рушится бизнес рушатся деньги обесцениваются где искать радость заставить первое есть люди которые любят более логический подход а более логический подход когда всегда вот но я дам пример вам я всегда горит деньги это легче все самое легкое получить в этом мире это деньги тяжелое получить спутника или спутницу жизни правильно тяжелее получить здоровье особенно не дай бог если чек болен очень тяжело алекс есть у меня еще один вопрос вот который я его задаю всем с кем я встречаюсь с точки зрения ведения дел с точки зрения партнерства вот если я хочу с вами вместе создать какой-то новый бизнес вот что первое мы должны с вами сделать тоже думать о благотворительности или все-таки думать о нашей крутой бизнес идеи или договориться прописать наши с вами обязательства по взаимным планам взаимного стратегиям если мы уже знакомы да и мы каким-то образом во первых знакомства всегда за столом вот этот стол когда ты на нем как говорится почиваешь трапезничаешь очень многое говорит вообще все вещи делаются за столом потому что это жертвенник как написано и да это важнейшая вещь написано во время еды открывается все вышли и мы с вами если прописывать обговаривает все мы с вами можем обговорить прежде всего этот момент это опять же это не условия можно поменять местами но в любом случае дотронуться до важнейших моментов можно например мы будем с вами благотворительность это очень важно если два еврея это одно из 2 человек один не еврей один еврей обычно договаривается о праздничных днях в субботах как это все идет вы не представляете сколько из моментов но опять же они не такие главные но они важны я например придерживаюсь такого мнения что любые участники вот это все вот это все этого бизнеса евреи не имеют права в шаббат работать в субботу что написано что это деньги которые относятся к беде как пишет царь соломон это не это не хорошие деньги них нет благословения праздничные дни и субботы ну такие вот нюансы но в принципе я думаю что мы сработаемся вопрос такой я знаю что в торе очень четко прописаны правила кому как и когда давать в долг или наоборот не давать если обращаются к бизнесмену кто-то с просьбой дать деньги в долг что бизнесмен должен сделать есть два понятия в долг есть в долг на хлеб нельзя брать процент если это на бизнес а у нас написано что самый великий вид благодарность как называется благотворительность самая великая благотворительность это не дать человеку упасть то есть не ждать пока он будет бедный а помочь ему вот то что вы говорите одолжить на ком-то еще но это не должно быть без какого-то договора договор должен быть обязательно у адвоката неважно у кого но это должно быть в том государстве в котором идет речь все узаконено и здесь еще есть один момент нет разницы между богатым и бедным если бедный ворует жалеть его не надо можно к нему относиться благосклонно там больше дать ему возможность свернуть но бедному нельзя воровать этот подход только потому что я бедный мне можно воровать это подход нечеловеческий поэтому кстати во всех еврейских общинах из боготворительные фонды если у тебя не на что кушать вот здесь москве это я считаю что травлазар то что построил это царство добродетели сюда просто вот для стариков для бедных неимущих вообще не понимаю слова бедный неимущий не то что мчаку из чек вообще нечего кушать тут есть трапезы он может приходить и даже кому есть что кушать он может сюда приходить кушать на субботы в синагогу отдельные врачи у нас патронажный патронаж очень сильно построен поэтому я думаю что вот этот момент опять же чтобы я не зашел слишком далеко уже в этих объяснениях эти вещи обязательно должны быть когда ты одалживаешь день у меня всегда поражала вот еврейская взаимовыручка всегда вытаскивать своих пленных всегда помогать своим известнейший миллиардер сергей брин когда его семья а из советского союза приехала соединенные штаты первое что они сделали они пришли а в еврейскую общину где им дали старенький автомобиль и рассказали где и с кем нужно общаться куда обратиться где жить а сейчас этот человек владеет компанией google и вот это стремление помогать друг другу она всегда меня поражало и очень привлекала в евреях а откуда она берет свои корни откуда этот традиция ну смотрите во первых начнем с того что эта традиция передалась другим народам начнем с того что тора она была дана в очень кровавый период человечества когда понятия пленный как вы говорите понятия раб то были очень жестокие вещи и когда тора была даровано там огромное огромное просто внимание уделяется брату твоему и там три раза даже есть предостережение тора если если спустится брат твой если попадет брат твой в плен если брат твой опустится низко и потеряет все деньги написано что нельзя проходить мимо и это буквально запрет торы быть безучастным холодным черствой душой к такому человеку это передалось и на другие религии я думаю что это самый святой момент который может быть теперь у евреев есть касса взаимовой выручки есть помощь гмах это так и называется гмах написано рамбом говорит что в месте где нет тех кто обучают детей торе и нет вот этой гмах если я не ошибаюсь там нельзя жить почему детей потому что если детей с детства не учат таким вот мудрым вещам и где нету вот этой кассы взаимовыручек где нету людей таком месте не зажить еще такой вопрос на время течет меняется и сейчас мы видим изменение отношений в обществе к очень многим вещам которые раньше считались скажем так недопустимым здесь могу говорить и лгбт разных нетрадиционный вариант так нетрадиционной сексуальной ориентации когда в графе пол в одной американские анкете мне было предложено 8 вариантов выбора выбора чтобы я прижалился со своим восемь восемь до головоломка 8 вариантов а вот как вы к этому относитесь ну смотрите я отношусь консервативно я имею ввиду нормальной религиозной ортодоксальной общине и естественно тора очень плохо относится к людям которые меняют ориентацию или неправильной ориентации теперь есть люди больные которым нужно помочь просто помочь сегодня понятно нет тех мер тяжелых которые были когда-то я считаю что этим людям нужно просто помочь осознать и я не могу признать этот подход нормальным я считаю что ну и не хочу чтобы мои дети номер считали что когда женятся два мужчины там две женщины мы не я например не могу это принимать как нормальную часть жизни каждого есть свой выбор с другой стороны каждый человек у него есть свой выбор и я не могу ему там например его убить мы не призываем там как-то наказанием и так далее но всячески везде я лично подчеркиваю что еврейская оппозиция никогда не будет лояльной к таким людям лояльно это значит я не считаю что правило более того я я не считаю что это нужно вообще принимать с этим соглашаться и идти на какие-то компромиссы в этом отношении с другой стороны опять же у человека есть выбор и сейчас будет напротив меня сидеть такой человек я не встану там не 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 крикну на него и не буду там вызывающего себя вести но пропагандировать такие вещи ни в коем случае нельзя это разрушает общество это против самого понятия построения этого мира вот как или помочь а если ему не нужна эта помощь если он счастлив в том наша вот есть чек тебя спрашивать я всегда говорю так когда ты спрашиваешь когда ты обращаешься например отчетом я норма не нужно просто объяснить когда человек понимает что он болен это 50 процентов удачи что он выздорове если он не признает что он болен ну я его не буду настаивать и бегать за ними и так далее потому что мы как говорится не насильно сегодня в этом мире насильно ничего не бывает то какая-то культура поведения и так далее я думаю что нормально алекс скажи пожалуйста для наших зрителей а вот ваша шляпа такая красивая что она обозначает для чего я вам скажу есть некая традиция одежды она сегодня очень сильно поменялась в резком мире есть традиция от времен речи посполитой где хасиды ходят таких шляпок знаете меховых прекрасный период золотой век еврейства когда время польского владычества казимир по моему царь и и так тому подобные люди которые очень поддерживали за еврейство памяти об этом очень много хасида входят вот так теперь мы ходим в таких шляпах эта шляпа символизирует собой корону каждое утро мы говорим венчающий израиль великолепием это головной убор это очень важный момент в основном сегодня раввины ходят в шляпах честно я вам скажу я не ощущаю какую-то гордыню но честно я не хочу отходить от традиции я очень часто хожу в такой шляпе опять же в израиле эта шляпа помогает от солнца здесь она может слететь поэтому часто мы ходим в таких кепочках шляпа это понятно не всегда не везде но это нормальный момент традиции и напоследок еще один вопрос ваш самый любимый еврейский анекдот окей я скажу вам честно этот анекдот как ни странно он даже без комментариев я скажу вам когда это игра слов когда авраам приходит к ицхаку домой ицхак ему говорит авраам чай пить будешь будет почему бы и нет ицхак говорит нет так нет вот такой вот он ни о чем не говорит он не на я просто люблю его типа такой момент до философ да алекс огромное вам спасибо огромное спасибо за те советы которые вы дали для наших зрителей здоровья вам умы процветания и мира нам всем спасибо спасибо